Субтитры создавал DimaTorzok На быстроту перемещения, быстроту ведения игровых действий Но я считаю, что в целом, конечно, мы сумели адаптироваться Позиционная ошибка в самом начале матча, к сожалению, заставила нас перестраиваться И действовать несколько в другом ключе Но в целом, я считаю, что безначально задача оставилась взять мяч под контроль И полностью контролировать ситуацию В целом, я считаю, что нам контроль мяча удавался Но если быть кратким, то, конечно, те моменты, которые мы создавали Что первым, что во втором тайме, их нужно было просто реализовывать Вот и все Я думаю, если бы забили из тех моментов, то, что были Счет был бы другим абсолютно Все, что могу сказать по игре на первый взгляд Это связано с отсутствием мастеровитых нападающих у вас? Потому что подходы были, но точку ставить некуда Я не думаю, что в каких-то других командах сильно мастеровитые нападающие, допустим, сильнее, чем у нас Я абсолютно не в этом уверен, что большое разница в мастерстве между второй и первой лигой Ну, может быть, несколько команд Остальные все примерно равны Плюс-минус все одинаково Сегодня забивай Сегодня удачливые оказались хозяева Сегодня забивай И могли мы спокойно, значит, с очками отсюда уезжать Плюс, конечно, там эпизод со штрафной в конце Там надо смотреть Надо смотреть, надо разбираться На мой взгляд, был 11-метровый удар Но инспектор, значит, посмотрит Я думаю, свою оценку вынесет эпизоду Так что я считаю, что в целом мы, значит, контролировали, достаточно большое время контролировали мяч И проблема основная, конечно, не была реализация Парк Материевич, по традиции ваш первый комментарий по прошедшему матчу С матча открытия сезона для Ивановича Хотелось бы начать с матча открытия сезона Всех поздравить с первой игрой в новом чемпионате 16-17 года футбольной национальной лиги Всех наших болельщиков, преданных болельщиков Вас, представителей средств массовой информации Всех, кто причастен к игре в футбол Что касаемо игры, с точки зрения результата, естественно, я доволен С точки зрения содержания игры, есть вопросы, с которыми будем разбираться Очень благодарен ребятам за, скажем так, не за содержание игры, а за характер и волю к победе Они очень хотели выиграть и они победили В сложнейших климатических условиях Да, можно сказать, что обе команды играют в одинаковых условиях У нас был определенный тактический план С первых минут взвинтить темп, зная специфику игры Изучив специфику игры команды «Спартак» «Нальчик», которая очень прилично выглядела с Кубанью Очень прилично имела преимущество в игре с явным фаворитом в данном чемпионате Кубань, Динамо, явные фавориты Они имели преимущество, они имели очень хороший контроль мяча Хороший контроль мяча, скоростные атаки И мы понимали, что здесь нам нужно очень строго сыграть в обороне Я попросил ребят в этих сложных условиях С первых минут навязать свою игру, быструю игру И попытаться первые 10-15 минут забить быстрый гол Тогда команда начнет открываться, тогда у нас появятся возможности для атак Собственно, первая часть сработала И потом мы уже играли по счету И был план, что если мы делаем результат, отходим, перекрываем все зоны И за счет быстрых отрак, переход от обороны в атаку Но здесь не все было гладко, хотя предпосылки были И в первом тайме, и во втором тайме Не было последней передачи, и не было такой агрессии Минимум созданных моментов Один забитый мяч Я считаю, что это признак того, что команда может играть по счету Мы, собственно, сыграли так по счету Внешне владели инициативой команда «Спартак» Ну, территорию мы отдали, а так они хорошо контролировали мяч Хорошо, но реальных таких каких-то угроз, тянущих на взятие ворот, не было В самом конце, уже в добавленное время, когда нерасчетливо вышел из ворот Саша Саутин Все могло закончиться немножко плачевно для нас А так, те шесть очков, которые мы набрали в стартовых играх Дорогого стоит Если брать прошлый чемпионат, когда мы в шести играх пять поражений потерпели И сейчас, то мы уже идем с превышением графика, скажем так Павел Патериевич, команда последние 20 минут играла в пять защитников Шахов вышел вместо Була Вот это как бы один такой То есть, понятно, что по счету и играли И параллельно, второй Как вы встраивать блудного сына будете теперь? Где его будет место? То, что мы его встроим, здесь нет сомнений Потому что квалифицированный игрок, игрок такого уровня Всегда найдется место в составе Он появился только вчера, он у нас был заявлен, Виталик Естественно, что в принципе я не менял выигрышный состав Вы обратили внимание Одна вынужденная замена вместо дисквалифицированного Вани Лукьянова вышел у нас Горякова И абсолютно верно, но тут пять защитников мы играли При варианте, когда атака развивалась через центральную зону Было дано задание, я выпускал Виталика В расчете на то, что, во-первых, последние минуты И у них стандарты опасны И играют очень хорошо нападающие Гогоев, да, два центральных защитника И они тут имели преимущество в росте у нас И выпуская, было дано задание Мы перешли на схему 4-1-4-1 Дима Иванов выдвинулся сюда больше в опорную зону Потому что опорная зона у нас Центральная зона немножко просела В силу того, что Витя Свежев пока не готов И Андрей Мурнин нагрузка большая И здесь у нас проблемка возникла И было дано задание, что Дима здесь выдвигается Как опорный полузащитник играет А при варианте развития атаки с фланга Он задвигался и становился Мы играли уже пять защитников по счету Это действительно так А то, что Виталик будет в следующую игру Играть в составе, у меня нет сомнений Я уже вижу, где на своей позиции Центрального защитника А какое сочетание в обороне Мы уже примем решение на кануне игры В обладе остатки А вот этого парня из Ростова Которого заявили Дрошечкин Он будет вообще Он вчера тоже только заявлен Он центральный полузащитник Пока нужно какое-то определенное время Чтобы он адаптировался Чтобы он понял наши требования Схему, по которой мы играем Нужно время Вчера его только заявили Так же, как и Виталик А чем связано, что в втором тайме На плеч разводе Северопасс Фактически выносы были Связано с тем, что Погодные условия Все и просила у нас центральная зона У нас Все зависит Контроль мяча от средней линии Ребята, которые должны вести игру И у меня много вопросов Именно игрокам средней То есть вроде бы люди опытные Но люди опытные Силы не беспредела Я говорю, Витя Свяжов Не набрал своей лучшей кондиции Человек после операции Серьезной Министр Крестообразной связки Только-только набирает У него, вы видите У него не хватает резкости И объем недостаточный Но то, что он вытерпел до конца игру И Андрей Мурнин Там заднее тянул У него все Претензии по первому тайму У меня большие претензии Двум нашим фланговым полузащитникам С Горакоеву, Альшину И в плане оборонительных действий И в плане атакующих действий Будем разбираться Насколько вы довольны Тандем нападающих Бирюков в Бола У них курсы очень часто Скрещены Абсолютно верно Оба скоростных парня Скоростных парня Ну пока опять Это вопрос сыгранности Да, Бола пришел у нас С Волгаря Накануне чемпионата Там мало было времени Я думаю, со временем Эта связка будет сильная И второй момент Если наберет кондиции Хороший Саталкин Очень техничный Грамотный Такой тактически Грамотный игрок Я думаю, он принесет Огромную пользу А здесь, да Здесь неправильное открывание Либо у одного и второго Один должен вскрывать зону Ложным открыванием А второй врываться туда Они часто параллельным курсом шли И где-то в каких-то моментах Даже мешали друг другу А вот считаете, что Просто моложе Поистов, поэтому У них преимущество Такое было Или как ни странно Хотя недавно В плане передачи Смотреться Вроде как Даже лучше Ну, в втором тайме Держали И пасы И дальний Походили Что отличает нас С чем все-таки Связывается Преимущество Это связано с тем Что Это чисто внешне Они создали что-нибудь У наших ворот Чисто внешне, да Они контролировали мяч У них была территория Но мы играли по счету Мы играли по счету И уповали На сильное наше качество Быстрая атака И стандартное положение С этим только связано Ну, впервые За весь прошлый сезон И за два тура Этого сезона Файлфахер на первом месте Да, вот по-моему И что-то такое Или мы им не будем Ну, если бы У меня, наверное Было бы чувство Радости Если бы Осталось два тура До окончания чемпионата И мы были на этом месте А так После двух туров Говорить о какой-то Турнирной таблице Ну, наверное Это рано Туров 7-8 И тогда уже Можно о чем-то говорить Да, можно о чем-то говорить Приятно то, что начали с двух побед Это приятно Надеюсь на то, что Эти две победы Как-то Чувство уверенности Появится у ребят Сыгранность Будет должна От игры к игре Появляться Все А до конца Заявочной кампании В аренду Кого-то будете Отдавать Из тех Кто сидит На первом Ряду Сегодня Трибун То есть Из тех Кто пока В состав Не подает Близко Ротация Я вам скажу так Что Кто-то еще будет Ротация будет Еще Еще будет ротация И в одну Может быть И в другую сторону Я ребятам сказал об этом Они прекрасно знают Те ребята Которые С нашей точки зрения До конца Заявочной кампании Не будут проявлять Свои лучшие качества Которые Несомненно У них есть Но нужно еще К какому-то Определенному уровню Мастерства Прикладывать усилия Вот сегодня Я перед игрой сказал Что сегодня Игра будет Игра Характеров Кто более характерный Сразу будет проявляться Кто может терпеть В таких сложнейших Климатических условиях Я не знаю Как вам Мне было на скамейке Тяжело И все А играть Такую тюбрю Вы припомните В последний раз Как при такой жаре Я? Как игрок? Как тренер Как тренер Как игрок Наверное Там не никак Ну В прошлом году В Астрахани В этом году В Астрахани Но в этом году В Астрахани Нам немножко повезло Потому что Такая облачная погода Была И не было Что Палящего солнца Палящего А духота Была такая же Такая же Абсолютно Точно так же В прошлом году Сложнее было Там За 40 Была температура И сейчас Все команды Которые будут приезжать В Астрахани Июль Июль Август Месяц И половина Сентября Будет очень сложно Очень сложно В точке зрения Климатического Показалось Может я ошибаюсь Что много мест Поспитанников У гостей было Вот А у нас сейчас Получается Воронежских В составе Практически не осталось Может быть Это изменится Проход сезона Или в принципе Перспективы Никакой Скажите пожалуйста У вас есть Конкретная Кандидатура Которую Вы могли Рекомендовать В команду Факел Из местных В том-то и дело Вы не ответили В том-то и дело В чем дело Может ли Хотя В дальней Перспективе Это измениться Ну если будут Подготовлены Такие ребята И я с удовольствием Чтобы все местные А то что У них местные Играют У них всегда Практически У них В премьер-лиге Там Несколько Иностранцев Играли А так У них хорошая школа Южная школа Южная школа Ребята техничные Быстрые И у них Играли практически Все местные И то что вы говорите Команда Вот вспомните мои слова Команда Спартак Нальчик Команда очень хорошего уровня Если кто-то думал Что они пришли только С ПФЛ Все Они Смотрите у них Какие показатели Они В 26 играх В южной зоне В прошлом сезоне Пропустили 6 мячей Всего 6 мячей И в 27 игра С Кубанью 0-0 В 27 играх Команда 6 мячей Команда организована Команда В команде В составе Квалифицированные Игроки Плюс школа Своя школа Поэтому у них Свои воспитанники Играют На сегодняшний день Тренируются С нами Готовятся И я Очень надеюсь Что мальчишка Прогрессирует И то что он В ближайшее время Может появиться Ну как минимум Заявлен Если он будет Так продолжать Да Работать Арустамян Вот пока Пока с нами Один Тренируется Который Скажем так Проявляет себя С наилучшей стороны У него есть Хорошее качество Очень хорошее качество Скорость Дриблинг И самое главное То что Огромное желание Играть Футбол На сегодняшний момент Мальчишке Там 18 лет Еще не исполнилось 97 Да Исполнилось 18 Впреди трудный выезд Наверное Большую ротацию Будете делать Потому что сейчас Команда устава И успеет Установиться Ну здесь У нас Недельный цикл Сложности Пойдут с игры Ну понятно Есть определенная Сложность Играть На Дальнем Востоке Это уже сложность С учетом Того что Час до Москвы Мы будем лететь В аэропорту Время какое-то проводить До стыковки рейсов И 9 часов Лететь туда С разницей Во времени 7 часов Сложность Но самая большая Сложность По возвращению Оттуда Мы возвращаемся И через 3 дня У нас Игра уже здесь Со Спартаком Потом летим В Тосно Играем опять Дома И опять на Дальний Восток Летим в Хабаровск И следующий выезд У нас там На третий день После домашней игры С Тамбовом Летим в Новосибирск В Дальний Восток И Сибирь У нас Все выезды Очень сложно И межигровой цикл Три дня на четвертый С такими переездами С перелетами Точнее И С изменением Часовых поясов Которые Сказываются Крайне негативно Биоритмы Нарушаются Сон Восстановление Все Вот здесь Сложности будут Три дня на календаре Сдвоенный выезд Для упрощения Никому Не сделали Все в одинаковых Ну все в одинаковых Условиях Ну то есть Логично было Допустим Сразу Выехать И вон Девастой Хабаровск С экономической Точкой зрения Да И разговоры идут Но пока Такого в календаре Мы его изменить Мы его не можем Пожалуйста Павел Патерич Издание Дантам.ру Сирков Михаил Вопрос такой По вашему мнению Какие линии Уфакева сейчас Туждаются в усилении И будут ли какие-то Еще новички До конца Трансферного окна Ну Усиление Хотелось бы Да Хотелось бы Все Но Здесь Я считаю Что в среднюю Линию Хороший Центральный Полузащитник Нам нужен И фланговый Полузащитник Объемный Хороший Фланговый Полузащитник По манере игры Мы брали Взяли одного Второго Такого бы Хотелось нам Иметь В составе Как Ваня Лукьянов С огромным Объемом работы И черновой Работой И скоростной Работой С фланговой Атакой Все Вот такого Хотелось бы Нам Те ребята Которые у нас Есть Они немножко Другого Плана Все И здесь И здесь и конкуренцию Создать Сегодня В центральной части Поля Видите Как приходилось Сюда Диму Иванова Выдвигать В опорную зону У нас получается Два центральных Плузащитника Мурнин Свежок Я уже Сколько говорил Не готов Есть в этой зоне Молодой Мустафаев Который получил Травму Коренный сустав У него Неизвестно Когда он Восстановится Есть Нагибин Который Пока Далек От своей Оптимальной Формы В этой же Сезоне Играет И сейчас Вот взяли Трошечки Посмотрим Как Все Парпин Трич На интервью Клубного сайта Обозначить задачу Не ниже Шестого Места Что Заняло В прошлом Сезоне Но Все Таки Есть Уже По крайней мере Наметки Когда Руководство Выше Обозначит Задачу Клубу Выполнить Может быть Даже Достаточно Высокую Либо Это Еще Неизвестно Когда Будет Задача Я сейчас Опять скажу Банальная Фраза Которая Я говорил Задача Одна Если Мы скажем Что мы Будем бороться За какое-то Нацатое Место Нацатое 12 13 Наверное Это неправильно И нас никто Не поймет Коль мы В прошлом году Так выступили Я считаю Что мы должны Не ниже Этого места А какое Будет место На данный момент На данный момент Задача Одна Каждая игра Стремиться К положительному Результату И радовать Зрителей Где-то Будет Получаться Где-то Не будет Где-то Более Зрелищные Игры Будут Где-то Менее Зрелищные Это Вполне Естественно А чтобы Решать Какие-то Серьезные Задачи Я всегда Говорю Что Серьезные Задачи Решать Нужно Иметь Для этого Массу Предпосылок Для Качественной Работы Создания Хорошей Команды Это вопрос Времени Для этого Нужна Инфраструктура Соответствующая Уровню Той Лиги В которой Команда Выступает На данный Момент А если Говорить О повышении В классе То это Совсем Другой Уровень Это Бездна Между Не в плане Игры А в плане Инфраструктуры Да У нас Есть На сегодняшний День Что-то Но это Морально Устаревшая База Отсутствие Медицинского Центра Центра Как таково Не центр Хотя бы Кабинета Оснащенного Восстановительного Центра Современного У нас Этого Ничего Нет Ничего Нет Начинать Нужно С этого Начинать Отвечая На ваш Вопрос По поводу Местных Воспитанников С инфраструктурой Соответствующей Инфраструктура Должна Соответствующие Квалифицированные Тренинские Кадры Которые Готовят Молодежь Чтобы Они соответствовали Приходя в команду Не учить их Как останавливать Мяч И как делать Передачу Работать На более Серьезными Вопросами Тактики Построения Команды С этого Нужно Начинать А так Мы будем Стремиться И никто Я уверен Что никто Из руководства Не будет Говорить Мы не готовы Или мы не хотим Мы хотим Все хотят И болельщики Этого ждут И команда Очень сильно Мы хотим Играть В хороший Футбол Но для этого Нужно время Нужно время Видите Как Короткое Томерсезонье Ротация От состава Пытаемся усилить Какие-то позиции Создать конкуренцию Все Нужно Нужно время И терпение